хочу предложить вашему вниманию вот такую хитрую мушку которую мои друзья обозвали полицейский наверно наверно от того что первое которое я делал было рассветочка вот черная с белым разные они могут быть и перо также может быть разное как вы видите особенность этой мушки заключается в том что она очень хорошо плавает и хорошо ловит головля и любую поверхностную рыбу которая кормится для того чтобы нам ее изготовить нам понадобится сделать хвостик хвостик мы будем делать на иголке берем наши тисочки и закрепляем обыкновенную иглу я подготовил вот такой кусочек пеночки с которой будем делать хвостик а потом его разукрасим хвостик можно делать практически чего угодно но лучше конечно изготавливать из пенки крепим нить на месте накололи по центру и делаем первый оборотик прихватили перевели ниточку как мы вязали узку вы уже видели следующий сформировали шарик и и и и установили сделаем завершающий узел количество сегментов выберите для себя экспериментально сколько для вас все зависит от размера крючка который вы будете использовать если так как у меня крючок восьмерочка мне вполне достаточно вот такой длины теперь нам для того чтобы мы было красиво она смотрелась мы ее берем подкрашиваем почему я делаю здесь потому что потом руках это неудобно держать и за то время пока мы будем подкрашивать она у нас как раз подсохнет вот сделали теперь берем и снимаем одним движением сняли вот у нас получился вот такой хвостик крючок я беру вот такой формы он очень удобен для крепления нашего хвостика как вы видите величины его будут вполне достаточно он выполнен из очень тонкой проволоки поэтому не будет сильно гружать нашу мушку для начала мы крепим в месте крепления нашего хвостика нить хорошо добавляем капельку клея добавили так и на месте крепления хвостика чтобы он у нас смотрел вверх мы намотаем даббинговый шарик как я делаю обычно это всегда чтобы хорошо развести лапки крылышки данный момент у нас будет хвостик берем немножечко даббинга и в одной точке как я говорил проматываем шариком вот у нас вышел вот такой шарик и теперь также как мы делали осу крепим в этом месте нашу наши хвост наш хвостик вот так достаточно сейчас его поправлю достаточно даже хорошо у нас выглядывает вверх промажем немножечко клеем для качественного крепления чтобы не прокручивался поднимаем немножечко вверх проматываем нашу ниточку отрезаем и в этом месте крепим перо перо я взял вот такое гризли естественной черно-белой раскраски можно использовать любые вот допустим такое перо или же взять однотонное черное зеленое пробовал красное оранжевое которое у вас будут под руками главное чтобы он чтобы это перо имела достаточную жесткость по своим бородкам крепим перо в месте крепления перо я еще добавлю немножечко оранжевого даббинга и приступим к формированию грудки вот так подмотали грудку мы будем делать из перо павлина я беру для пышности три бородки но так как вот в моем варианте длина цевья немножечко большая что я специально делал для поимки головля немножечко я увеличил нашу мушку я возьму синтетический даббинг в частности это обрезки искусственного меха и из этого даббинга сделаем небольшое уплотнение для нашей грудки он хорошо себя ведет в воде не намокает сильно поэтому можно полипропиленовый даббинг использовать как вам будет удобно возвращаем нашу ниточку назад крепим наше перо закрепили и возвращаем к месту крепления грудки и формируем с нашего пера хорошую пышненькую грудку не доходим миллиметров пять до колечка закрепили перо остатки отрезали и делаем следующую операцию берем наше перо и начинаем вот по давайте я вам подвину подвижу вот так и начинаем делать обмоточку по нашему колышку так как обычно исполняется клинхаммер любой парашют который вы когда либо делали вам не доставит сейчас сложности изготовить вот такую такой ешик количество оборотов выберите для себя экспериментально все зависит от качества пера и от величины крючка который вы будете использовать вот у меня вышло я не знаю порядка восьми оборотов я считаю что может быть достаточно довожу перышко вот так до колечка здесь прихватываю отрезаем отрезаем отрезали теперь для красоты нашей мушки я изготовил глазки глазки я изготовил из лески как обычно вот сделал два шарика и теперь мы подровняли наше перо так чтобы она у нас хорошо смотрелось подровняли наши перышки теперь берем наклоняем нашу пеночку вперед и прихватываем не доходя до колечко вот как вы видите приблизительно 2-3 миллиметра и теперь вместе сильно не проматываем вот имеет у нас вот она вот такую форму и теперь не проматывая мы крепим наши глазки для начала я их уложил в ямочку которая у нас образовалась и начинаю вот так восьмерочка их прихватывать если будут попадать перу можно дабинговой иглой вытащить чтобы они не мешали ну что это единственное небольшое такое неудобство для изготовления этой мушки и теперь для того чтобы вот мы закрепили вот так наши глазки для того чтобы закончить нам необходимо немножечко сюда капнуть клея на место крепления наших глазок проматываем еще убираем наше перо назад и проматываем еще пару тройку раз слегка подтягивая глазки к месту теперь мы берем вот ноготочком нашу пеночку подымаем вверх слегка подпрессовывая и на месте колечко переводим нить делаем определенное количество вы увидите сами для себя для того чтобы поднялась наша пенка обороты три пять восемь десять как у вас будет видно посмотрите раз два и пошли наша пенка поднялась вверх для того чтобы мы не обрезали лишнее и в то же время сформируется головка делаем завершающий узел наносим на место немножко клея и наша мушка как вы видите готова покажу вот так готова к работе довольно таки проста в изготовлении хорошо плавает и уловисто практически по любой рыбе которая питается у поверхности от величины крючка можете ловить любую белую рыбу благодарю за внимание до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч как ю мн